Привет! Может быть поздно, но хотел бы поговорить о перегрузчиках. Перегрузчики, перегрузчики зерна, перегрузчики на поле, как эффективнее, когда эффективнее работать, да, как бы вы, может быть, видите много видео, во всяком случае, на моем канале и на других каналах, где есть, работают перегрузчики, и где же их эффективность, в чем же их преимущество. На самом деле, перегрузчики ведь давно появились, они еще, я видел, есть старые перегрузчики, которые выпускал Россельмаш под Дон 1500, и тогда я не задумывался, что это такое, да. На самом деле, это очень хорошая тема, перегрузчики. Перегрузчики дают возможность вам подниматься, поднимать эффективность комбайнов, ну, эффективность, ну, я имею в виду комбинирования по уборке, то есть поднимать по количеству убираемых гектаров, их там где-то, от обычной уборки с остановками, вот, под грузовой автотранспорт, то есть там на 30 и даже более процентов. Почему? Потому что перегрузчики иногда позволяют, не иногда, а всегда практически позволяют, особенно если вы работаете на более современных, выгружаться на ходу, ну, что как раз экономит время, время на вот этих остановках, опять же, когда ты выгружаешься на ходу, ты ведь продолжаешь комбинирование, то есть это еще один плюс, и в итоге это время складывается, и получается, что где-то на 30 процентов ты можешь поднять эффективность вообще самого комбайна, его работы, выработку, во всяком случае, увеличить по гектарам. Сколько перегрузчиков желательно на поле, то есть даже, сколько один перегрузчик может обслужить комбайна? Самый, как бы, идеальный вариант, это, конечно же, два комбайна, потому что, если у тебя есть третий комбайн, то уже возникают проблемы, особенно при высокой урожайности. Возникают проблемы. Как можно с этим справиться? Ну, либо, либо ты, можно поле разрезать, можно гон уменьшить. То есть, уменьшив гон, во всяком случае, ты, получается, увеличиваешь возможности перегрузчика, чтобы он меньше катался, комбайны видны, ну, в доступном достаточно месте, то есть не надо ехать там за два километра, ведь гон бывает, что и два километра, и более, а если гон в пределах, там, 800 метров, ну, километры, тут уже полегче. Тут уже и автомобильный транспорт, грузовой автомобильный транспорт ближе, то есть, механизатор, который работает с перегрузчиком, он может быстро выгрузить и вернуться к комбайну. Но на самом деле, как бы, идеальный вариант, когда один перегрузчик на два комбайна. Уже возникают проблемы, то есть, в нашем случае, что мы делаем, мы иногда просто ставим машину на подстраховке, чтобы кто-нибудь следил за кем-нибудь, и в итоге забрал этот бункер. Или разрезаем поле, там, на, то есть, делим этот гон на две части, то есть, если это двухкилометровый, то есть, если длина поля два километра, то мы делим ее на две части, то есть, сокращая, там, до одного километра, сначала убираем одну часть, потом, в любом случае, мы увеличим эффективность этих же комбайнов, нежели, если бы, может быть, работали бы на весь гон, на весь пролет, потому что здесь мы больше заботимся о работе перегрузчика, а не о комбайнах. Но в тоже, да, работе перегрузчика, потому что многие, как бы, механизаторы против этого, но не понимая просто этой эффективности. Так, что еще, что еще можно сказать? Да, еще здесь, как бы, конечно, здесь нужно настраивать механизаторов на то, чтобы они не стремились перегрузчики наполнять полностью, потому что механизатор, который работает с перегрузчиком, он должен быть, работать достаточно маневренно, быстро. Если он будет все время гонять с полным перегрузчиком и ждать, пока наберет, например, если он работает с двумя комбайнами, там, четыре бункера, это будет неправильно. Почему? Потому что иногда ему, может быть, легче выгрузить один бункер и быть свободным, если у него есть на это время. Потому что выгрузка одного бункера или двух, или, оно тоже занимает время. Один, то есть, один бункер, он говорит, за одно время, два, это время нужно делить в два раза, если честно, то это время может набраться и уже комбайн. Поэтому здесь за этим нужно следить, это нужно отрабатывать и искать в этих вещах эффективность. Иногда все это не так быстро получается. Многим кажется, что перегрузчик нужен для других целей, для того, чтобы просто его наполнить и отвести зерно. Но нет, перегрузчик нужен для того, чтобы комбайны не останавливались, все, чтобы комбайны работали эффективно. Не для грузового транспорта, потому что водители думают, что это для них все, нет. Для того, чтобы повысить выработку комбайна. Для того, чтобы он, к примеру, делал не 30 гектар за сутки, ну, за день, световой день, а 45. Это в целом возможно. Если он будет не останавливаться, это будет эффективно. Поэтому перегрузчики дают эту эффективность. Перегрузчики дают возможность, к примеру, там на три комбайна, да, не покупать четвертый комбайн. Во-первых, перегрузчики я часто вижу, что используют для того, чтобы засыпать, заправлять сейлки. Ну, тоже вот такая вот эффективность есть, засыпать сейлки. Можно на полях, особенно такие с большими бункерами. То есть, когда тебе уже привозят семена готовые, высыпают. То есть, это можно через шнек, это не проблема, можно сделать шнек. Шнеком загружать можно, привозить манипулятором, выгружать бигбеки в эти бункера. Не будешь же ты ездить на ток. Ну, опять же, все зависит от расстояния. Ну, либо грузовик и телескоп. То есть, варианты всегда есть. Ну, грузовик и телескоп, я имею в виду, когда семена тарят бигбеки, большие мешки. Поэтому перегрузчики в целом можно использовать и на посевной, и в полях. Ну, я имею в виду, и на уборке. К примеру, у нас, вот, к примеру, тот же Анабургер, да, он более универсальный. То есть, мы можем его использовать как перегрузчик, перевозчик силосно-сенажной массы. То есть, у него там есть транспортер. Также мы можем вносить удобрения органические. То есть, это вот, как бы, есть такие универсальные перегрузчики. Но они дороже. Они дорогие. Поэтому, в любом случае, покупка перегрузчика будет полезной. Полезной. Она поднимет вам эффективность комбайна. Вы, во всяком случае, будете убирать быстрее. Где мы не используем перегрузчики? Мы не используем перегрузчики на бобовых, потому что они травмируют. В основном, если у вас это товарное зерно, я думаю, что вам не стоит об этом задумываться. Если это у вас семенное зерно, конечно, задумываться об этом нужно. Потому что любое, любое, любое передвижение шнеком будет травмировать. Мало того, что это через комбайн прошло, так вы еще и будете перегружать. А там давление другое, там другие витки, там все другое. Там давление намного мощнее, потому что надо быстро выгрузить. Быстро. Это вот на таких вот перегрузчиках зерновых. Так, удачи всем. Всего хорошего. Если что, задавайте вопросы. Может быть, где-то я что-то не так... Поправить меня, но... Буду... Буду... Это вот такая моя мысль о перегрузчиках. Все. Всего хорошего. Удачи вам. Субтитры сделал DimaTorzok